Нет рюмочной, нет и ее посетителей. Возле дома номер 159 по Гагарина стало гораздо тише. Однако куда больше жителей волнует состояние их двора. Этим летом здесь начали благоустраивать детскую площадку. Завезли песок и сделали дорожки. Жители беспокоятся, успеют ли закончить площадку до конца лета. У нас по проекту здесь должна быть стоянка, детская площадка, игровые и все. Но вот как видите, за полтора месяца почти ничего не сделали. Вот одни дорожки, вон угловую площадку. На общественных слушаниях по вопросам благоустройства района взяли на карандаш озвученные проблемы и напомнили о том, чего уже добились. Например, ремонт сквера Чехова. Эту инициативу жителей поддержал общественный совет микрорайона Слободской. Все обращения фиксируют, потом их передадут районным властям и депутатам. От начала обозначения проблемы до ее решения вот этот срок намного сокращается. Я считаю, что своевременные инициативы, люди должны поверить в то, что власть есть, власть заботится о народе и власть для народа. Ну и в основном даже я бы сказал так еще, что народ должен почувствовать, что он и есть сам власть. Местное самоуправление система эффективная только тогда, когда сами жители неравнодушны к судьбе любимого города. Только в тесном взаимодействии с властью, считают общественники, можно сделать жизнь в городе еще более комфортной. 13 сентября жители выберут депутатов в районные советы, которые смогут оперативно решать вопросы на местах. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.